Антон, что ты ничего не делаешь? Чего они ничего не делают? Я их снимать пришел. У них преселизм, извержение инфляциональное. Привет, я Нур Павел, являюсь поклонным поясом по джиу-джитсу. Я представляю команду «Стрела», также являюсь на данный момент тренером профессии подготовки нашей команды к предстоящему турниру. Моя программа подготовки основана, самое главное, на опыте выступления в классической борьбе. Я являюсь мастером спорта по греко-ривской борьбе, выступал в бодибилдинге. Имеет арсенал, я делаю гремучие смеси тренировочные, где мы повышаем выносливость, физическую силу, скорость. Ну, все то, что нужно нам для борьбы. Я знаю, что такое силовая борьба, долгая борьба в кимоно. Делюсь опытом. Надеюсь, что всем это будет полезно в нашей команде. И мы выиграем во всех весовых категориях. Зачем ты заставляешь мне работать в силу и в качестве? Я тебя в долги забить хочу. Потом качество твоей формы будет исключительно от меня зависеть. Артур, судя по всему, решил повеситься. Ну, смотри, ты, получается, большую часть жизни боролся без кимоно, соответственно, по правилам, не по правилам джиу-джитсу. И в твоем, ну, грубо говоря, подходе к тренировкам ты больше основываешься там на относительно небольшой опыт борьбы по джиу-джитсу? Или вот больше ты строишь программу, как гречки готовить, ребят? Ну, на самом деле особо большой разницы нету. Плюс-минус это все то же самое. Мы адаптируем к предстоящим турнирам, там, к нау-ги и рю-ги, и все. Просто чуть-чуть подбираем упражнения. А так, по-большому, ну, любая борьба, там, джидо, самбо, гримская, вольная борьба. Все одно и то же. И, ну, стараемся работать, чтобы, ну, человек мог несколько раз включиться, грамотно засушить и не закисать. Главное, чтобы он мог мыслить на хорошем пульсе. У тебя как, вообще, не нравится? Конечно, офигенно. Ваш, вообще, красавчик. Я вам это рекомендую. Понял. Антон тебя рекомендовал в качестве насильника. Насильника? Говорит, больно, но приятно. Это опыт. Понял. Опыт делать больно и приятно. Из него что-нибудь получится? Уже получилось. Уже разделся. Он готов. Вовсю. Все одеты, а он голоден. Ему пора выпускать на сцену. Мэнс Физик. Мэнс Физик. Посмотри, как некрасит сейчас. А еще, вот тут станцевал в тренировке такой, где-то вот, джип-тренировка, где-то, где-то вот, где-то дверка или дверка какой-то там. Мне даже стыд осталось. Смотри, сейчас получается, ну, грубо говоря, основной состав, который ты тренируешь, которые поедут вот уже буквально там через две недели на турнир, они присоединились к тренировкам недавно, ну, и относительно короткий отрезок. Будет ли отличаться подготовка на длинном отрезке, там, то есть, если там, то есть, со спортсменом в течение года работаешь, либо вот остался месяц, грубо говоря, ну, там, примерно месяц же был, когда начали готовиться. На чем вообще вот сейчас строится? И вообще, если разница? Ну, мы подбираем, на самом деле, нагрузку, точнее, я подбираю нагрузку каждому индивидуально, потому что, ну, кажется, спортсмен индивидуальный. Кто-то может подготовиться хорошо и в короткие сроки, кому-то больше надо, ну, как бы, стараемся выжить максимум из данного, то, что у нас есть. Как бы, времени, количество тренировок и возможности спортсмена. Это опыт. Понял. Я включил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!